МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Единогласно на заседании Думы депутаты рассмотрели ходатайство о присвоении звания почетный гражданин города Сарова. Монолитные работы завершены, когда достроят детскую поликлинику на Чапаево. Обитель памяти городской музей отметил свое 65-летие. Подробности далее. 62 года назад Евгений Дмитриевич Яковлев из МВТО имени Баумена был распределен в наш город. За время работы прошел путь от инженера-конструктора до главного конструктора РФИАЦ ВНИЕВ по созданию ядерных зарядов. Сейчас работает советником при дирекции, заместителем главного конструктора ядерного центра. О кандидате на заседании Думы народным избранникам рассказал заслуженный работник атомной промышленности РФ, руководитель администрации ядерного центра Геннадий Васильевич Свеженцев. Он отметил, что с Евгением Дмитриевичем их связывает многолетнее сотрудничество. И нанесем громадный вклад в обеспечение национальной безопасности, в обеспечение гарантированного ядерного сдерживания. В сложные 90-е годы он принес большой вклад в обеспечение усиления гарантированного ядерного сдерживания за счет создания оружия не только ядерного, но и оружия на новых физических принципах. Почетный гражданин Сарова – самая высокая городская награда. Напомним, единую наградную политику для Сарова народные избранники утвердили в январе прошлого года. 14 апреля на заседании комитета по социальным вопросам депутаты рассмотрели ходатайство, подписанное директором ядерного центра Валентином Костюковым о присвоении звания почетный гражданин города Сарова Евгению Яковлеву. Единогласно ходатайство решили вынести на заседание Думы. Алексей Александрович Сахонов, глава города, это представление, это ходатайство по награждению Евгения Дмитриевича Яковлева поддержало, направив соответствующее письмо в адрес городской думы. Далее мы рассмотрели кандидатуру и представленное ходатайство на заседание социального комитета. Решение депутаты вынесли путем тайного голосования. В нем приняло участие 28 народных избранников. В бюллетене было две графы – «за» и «против». По итогу голосования все депутаты отдали свои голоса за присвоение Евгению Дмитриевичу почетного звания. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Срок действия программы льготной ипотеки, истекающей 30 июня, продлят на полгода. Ставка по ней может быть снижена с 12 до 9% годовых. С таким предложением на совещании по экономическим вопросам выступил президент России Владимир Путин. Как мы видим, динамика здесь пока слабее прогноза. И чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагают снизить ставку по льготной ипотеке. С 12% мы ее не так давно установили, до 9% годовых. Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Серьезной проблемой для многих компаний президент назвал дефицит оборотных средств на закупку сырья, комплектующих на выполнение работ. Чтобы его восполнить, он предложил две меры. Первую – расширить программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа, распространить ее не только на системообразующие предприятия, но и на те, которые превысили критерии малого и среднего бизнеса и работают в производственных отраслях. Второе. Для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, предлагаю предоставить отсрочку по уплате страховых взносов. Мы много говорили по разным инструментам поддержки, говорили о высокой ставке, я сейчас об этом только что вспомнил. Говорили о различных механизмах поддержки предприятий и отраслей. Вот это такая системная мера, просто системная практически для всей экономики. Предлагаю перенести такие платежи на один год. В список организаций не войдут экспортеры, компании финансовой сферы, оптовой торговли, а также организации бюджетного сектора. Точный перечень отраслей определит Кабмин. Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые взносы, охватит второй квартал этого года. А для производственных предприятий отсрочка распространится и на третий квартал. По оценке такая мера затронет свыше 2,8 миллиона предприятий, где трудятся почти 52 миллиона человек. Она позволит сохранить у бизнеса около 1,1 триллиона рублей во втором квартале, а еще полтриллиона рублей в третьем квартале. Эти средства будут работать внутри экономики, обеспечивать производственный цикл, дополнительно поддержат смежников, поставщиков и подрядчиков. Путин попросил Кабмин подготовить предложение по критериям такого льготирования и поручил Минфину предусмотреть компенсацию выпадающих доходов вне бюджетных фондов. Строительство новой детской поликлиники находится под контролем различных органов власти всех уровней Федерального медико-биологического агентства. На прошлой неделе объект посетил заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игорь Паншин, написал в своем аккаунте ВКонтакте глава города Алексей Сафонов. Монолитные работы завершены, внутри уже возвели 8 тысяч квадратных метров перегородок. Как на всех строительных объектах, из-за непростой экономической ситуации есть сложности с поставщиками, но они решаемы. Подрядчики на установку окон и работы по заливку полов найдены, контракты с ними заключены. После майских праздников планируется начать кровельные работы и обустройство фасада. В апреле о сроках строительства рассказал главный врач клинической больницы номер 50 во время прямого эфира с жителями города. Сроки сдачи объекта остаются прежними, это декабрь 2022 года. Работа идет, и у нас есть надежда, что все закончится именно в те сроки, которые были озвучены ранее. За работами на объекте будут и дальше вести контроль на всех уровнях. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Рабочий день сотрудника скорой помощи длится 12 часов, с 8 до 8. В среднем в день на пульт диспетчера поступает 60-70 вызовов. Это минимальное количество во время вспышек ковида доходило до 150 в сутки. Среди самых частых причин вызовов – боли в груди или животе, головные боли, травмы, высокая температура. Весной и осенью к этому перечню добавляется ОРВИ и обострение хронических заболеваний. Вызывающий должен понимать, во-первых, для себя, нужна ли ему скорая на тот момент, поскольку не каждый человек может осознать в тот момент, нужно вызвать врача скорой помощи, либо обратиться в поликлинику самостоятельно, либо в травматологический пункт, либо к стоматологу. Поэтому диспетчер максимально подробно старается спросить и задать много вопросов у вызывающего. Диспетчер выясняет, какие у пациента жалобы и контактные данные. Затем информацию передают бригаде, и врач или фельдшер начинают собирать чемодан. На каждый случай свои препараты и медицинское оборудование, так называемая укладка – родовая, токсикологическая, реанимационная, травматологическая. Работники скорой всегда на ногах, готовые ко всему. Случаев, конечно, очень много, очень много, которые и запоминающие, и о которых не хочется вспоминать. Но был не так давно случай, когда мы спасли женщину, она вызывалась болями в груди. Во время осмотра она дала остановку сердечной деятельности, пришлось однократно делать разряд дефибриллятора. В последующем женщина осталась жива, была отправлена в Нижний Новгород, у нее был трансмуральный инфаркт миокарда, она была шунтирована, ну и благополучно, в принципе, выписана. Бывает так, что, приехав на вызов, медики понимают, что помощь не нужна, решили проблему самостоятельно, сбили температуру, справились с одышкой. Тем не менее, пациента все равно осматривают, чтобы убедиться, что все хорошо. Случаются и ложные вызовы. Зачастую, особенно летом, вызывают на дачные участки. Не зная местность, непонятно, куда ехать. Бывают сложности и с проездом во дворах. Все дворы, особенно в ночное и вечернее время, заставлены автомобилем. Очень сложно добраться до подъезда, приходится. Пешком-то, конечно, мы доберемся, но обратно, если необходимо транспортировать пациента в стационар, его приходится нести, тут уже возникают сложности, поскольку автомобиль близко не подъедет. И помимо того, что нас мало, и основной коллектив наш женский, приходится привлекать постороннюю помощь со стороны. Для них не существует выходных. Они всегда стоят на страже здоровья и готовы прийти на помощь саровчанам. 28 апреля работники скорой отмечают свой профессиональный праздник. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем работника скорой медицинской помощи. Несколько лет проработав на скорой помощи, я не понаслышке знаю о всех прелестях вашей профессии, всех сложностях, когда приходится у постели больного в короткий промежуток времени, не имея за спиной ни лаборатории, ни рентгена, ни УЗИ, принять правильное решение, отчинить состояние больного. И от этого решения зависит именно жизнь пациента. Хочу вас поблагодарить за преданность призванию, за ваш честный, профессиональный и человеческий долг, который вы выполняете. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Поленос – это классика аллергического воспаления, говорят специалисты. Первый тип аллергической реакции немедленного реагирования. На нем учат всех аллергологов. По сути, поленос – непереносимость пыльцы. Первый симптом аллергики начинают чувствовать, как правило, в апреле. Иногда обострение длятся не 4 недели в апреле и мае. Порой аллергики мучаются по полгода. Вино этому – реакции на споры грибов, которые образуются в феврале и марте. Луговые травы, цветущие во второй половине лета. Сорные травы, которые могут пылить до середины октября. Это очень разноплановая клиника. То есть, вот самая легкая и часто встречаемая – это риноконнициальная форма. Отек, зуд, снизу стечения из глаз. Явления ринита, причем такие. Они могут быть как резкий отек, который не дает человеку дышать носом, ночной храп, головные боли, выматывающие. Так называемые сопельщики. И есть дети, которые их называют чихальщиками. Картина острого аллергического воспаления. То есть, он может чихнуть 15, 25, 40 раз подряд. Самое серьезное следствие полиноза – формирование бронхоспазма, когда носоглотка не выдерживает обороны перед пыльцой. Чтобы не пустить врага, легкие сужаются и развивается приступ бронхиальной астмы. Другие аллергены можно убрать. А вот над пыльцой мы не властны. Весной и летом она везде. Готовиться к сезону цветения надо заранее. Очень многие дети у меня стали готовиться к майскому сезону цветения полиноза с февраля. Те, кто игнорирует эти вещи, то есть не готовит заранее, они сразу получают заряд аллергена в лицо и дальше как выдерживает организм. Мы можем остаться в легкой форме и мы можем потяжелеть. Здесь никогда ничего нельзя сказать. Время работает на нас. То есть как бы очень тяжелый манифест на детей младшего возраста и более легкого подростков. В апреле и мае цветут шесть деревьев. Реакции вызывают лещина, ольха, клен и ясень. Но самая высокая реактивность идет на березу. Она может пылить на 20 километров. В старой части города пыльцы больше, но и новому району достается. Однако есть интересная деталь. В городе аллергия переносится тяжелее. Выхлопные газы вносят свою лепту. А вот уезжая в деревню, которая стоит в березовом лесу, дети, как правило, чувствуют себя лучше. Если возможно выехать за зону нет, придерживайтесь простых правил. После прогулки умойте ребенка. На улице надевайте на него маску и солнцезащитные очки. Обрабатывайте слизистую носа. Пользуйтесь очистителем и увлажнителем воздуха. И не забывайте про антигистаминные препараты. В субботнике добрые традиции, объединяющие поколения. Один из приоритетов городской уборки – весеннее преображение улиц и дворов. Весну саров должен встретить чистым и уютным. Хочется, чтобы наш город стал еще более красивым, ухоженным, благоустроенным. Поэтому каждый год вместе со своими коллегами мы принимаем участие в такой акции по уборке нашего города. Благодарна всем гражданам города Сарова, кто поддерживает эту акцию, в которой надо обязательно участвовать. Ведь чистый город – это город, в котором мы живем. И надо помогать природе. На уборку города вышло более пяти тысяч человек – сотрудники муниципальных предприятий, образовательных учреждений, силовых структур, ядерного центра и других организаций. Инициативные жители совместно с сотрудниками администрации очистили от мусора набережные реки Сатес. Безусловно, все мы живем в нашем городе, который мы любим, который мы ценим. И данная традиция, она способствует тому, чтобы делать наш город ярче, красивее и, конечно же, чище. Саровчане потрудились на славу, однако одной уборкой не обошлось. На левом берегу Сатеса высадили 50 саженцев березы – символа нашей страны, неотъемлемой и важной части российской культурной традиции. В апреле этого года по всей стране участники городских субботников будут не только делать свои города чище, но и сажать на улицах и парках своих городов аллеи из березы в знак сохранения русской культуры и любви к своей родине. Такие березовые рощицы и аллеи посадили на территории всех атомных городов. День чистоты получился небольшим праздником. Из громкоговорителей фургончика играла музыка, а позже народные мелодии заиграли уже вживую. Завершили праздник чаепитием на свежем воздухе. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. История и краеведение, православная культура и особенности быта народов края, современная наука и искусство, творчество профессиональных художников и народных мастеров. Тематический и экспозиционный диапазон материалов городского музея невероятно широк. Музей природы с естественно-научной коллекцией был открыт в засекреченном Арзамасе-16 в 1957 году. Так началась его долгая и насыщенная история. На самом деле музей – это сокровищница. Это то удивительное и необыкновенное, что останется с нами всегда. То, что мы сможем передать будущим поколениям. И самое уникальное, что для этого надо создавать все условия, чтобы это все сохранилось. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею музея, провели в кинозале художественной галереи. Много теплых слов услышал в свой адрес сплоченный творческий энергичный коллектив музея от гостей праздника. Собравшихся поздравил глава города Алексей Сафонов, а также заместитель председателя городской думы Андрей Немчинов. Не обошлось и без подарков. Руководство ядерного центра приготовило для музея панно с видами Саровского монастыря. Также сотрудников музея поздравили директоры учреждений культуры города. Вот я сегодня сидел в зале и обратил внимание на людей, которые выходят сюда для награждения. Дорогие коллеги, у вас у всех очень добрые, светлые, позитивные лица. У вас очень теплый коллектив. Я хочу пожелать вам, чтобы вот эта дружная, жизнерадостная атмосфера в вашем коллективе сохранилась всегда. За бескорыстное служение музейному делу, преданное и честное отношение к своему труду, сотрудникам музея вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Музыкальный подарок приготовили преподаватели Дыши номер два, ансамбль «Комплимент». Как и на любом дне рождения, не обошлось и без торта. Правда, он был особый в форме книги с надписью «История музея», том 65, продолжение следует. Память о Великой Отечественной войне должна жить вечно, и только мы в силах сохранить ее. Один из символов победы советского народа в самой кровопролитной войне 20 века – Георгиевская ленточка. Оранжево-черная цвета дыма и огня, прикрепленная на одежде рядом с сердцем, она говорит «Мы помним, мы гордимся». Ежегодно с 2005 года в стране проходит акция по раздаче георгиевских ленточек. Из года в год в ней принимает участие Исаров. 22 числа общий старт. В этот день мы традиционно проводим большой обучающий семинар, мастер-класс для волонтеров, которые впоследствии выйдут на улицы города и будут принимать участие непосредственно в раздаче ленточек. Любой человек может прийти, поучаствовать в семинаре. Плюс семинары у нас пройдут еще в онлайн формате, поэтому те, кто не смог сегодня попасть, добро пожаловать на наш сайт. Мы все будем публиковать, все методические рекомендации по проведению этой акции. В первый день акции в клубе Центра внешкольной работы собрались участники движения «Волонтеры Победы» и военно-патриотического клуба «Разведчик». Были и те, кто захотел присоединиться, узнав про акцию из соцсетей. Ребятам рассказали про историю георгиевской ленточки и провели мастер-класс, показали, как ее правильно завязывать и носить. Дань почтения событиям, которые происходили в 41-м году, начиная с 41-го, чтобы люди не забывали о страшных бедствиях, событиях, потому что многое в истории теряется, многое уже поколение забывают. Это напоминание. После мастер-класса волонтеры отправились на улицы, где раздали прохожим ленточки и листовки о том, как их надо носить. Я помню, я горжусь, это не просто слова. Не помните то, что повязывается на том, что в сердце с левой стороны, ни на какие другие вещи. История георгиевской ленточки берет начало в 18-м веке. Ее вручали только за военные подвиги. Позже к ней добавили георгиевский крест. Награду вручали военачальникам за крупные победы – присоединение Новороссии, Крыма, взятие Измаила. После революции ленточку запретили, ее больше не использовали ни в одной государственной награде. На смену ей в 1942 году пришла гвардейская лента, также украсившая боевую награду – Орден Славы. Это такой символ, символ победы в любом случае. И нам его надо естественно чтить. Он берет свою историю из очень далека. И везде, где появляется русский солдат, он несет победу, он несет освобождение людям в разных странах. И вот и сейчас мы чтим эту георгиевскую ленточку. Такую вот, да, цвета пламени, цвета дыма. 6 и 7 мая ленточки будут раздавать возле Клуба патриотического воспитания ООБЦ «Носилкино-10-1» и около Ледового дворца. Волонтеры будут работать с 16 до 17 часов. Кроме того, получить ленточку можно будет непосредственно в День Победы на площади Ленина. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Классические творожные, украшенные мастикой, оформленные в виде пасхальной композиции различной формы и размера. В клинической больнице номер 50 после пандемии возобновили традиционный ежегодный кулинарный конкурс среди медицинских работников. В этот раз медики выпекали куличи. Участвовало всего 15 команд. Это отделение. Они представляли свои кулинарные изделия в виде пасхального кулича. Мы не ждали, что заявится 15 участников. Думали, что 5-6 человек от силы, а так 15 человек. Мы очень рады. Спасибо отделению за участие. Организаторам профсоюза, оказывавшим нам финансовый помощь, пищеблок уже в предоставлении помещения. До начала конкурса у работников клинической больницы была возможность полюбоваться кулинарными шедеврами своих коллег и проголосовать за понравившийся кулич. Позвали ветеранов в больнице. Для них накрыли отдельный стол. Оценить куличи и поздравить медиков с Пасхой пришел главный врач КБ номер 50. Мы давно не проводили такие вкусные конкурсы в нашей больнице. И я очень рад, что у нас представилась такая возможность возродить эту замечательную традицию. Спасибо за это организаторам мероприятия. И, конечно же, огромное спасибо всем участникам, которые, я уверен, вложили много своих сил, своего времени, частичку своих сердец, своей души в эти поистине кулинарные произведения искусства. Такие конкурсы – прекрасная возможность не только показать свои кулинарные навыки. Это помогает сплотить коллектив. В приготовлении блюда зачастую участвуют практически все сотрудники отделения. Палиативная помощь решила заявиться на конкурс только когда его объявили. Долго решали, какой формы будет кулич, какие начинки добавят. В итоге сделали три кулича по авторским рецептам и соединили в один. Получилась церковь. Церковь – это символ Пасхи. Поэтому у нас кулич был творожный, с морковной начинкой и классической. Но одна медсестра говорит, что я хлеб не ем, мучное я не ем. И решили мы еще в свою лукошку положить кулич, сделать салат. Среди этого красочного многообразия нашей съемочной группе бросилась в глаза 12-я композиция. Кулич, сделанный в форме главного храма Саровского монастыря. Создали его в терапевтическом отделении стационара. Наш кулич стабилизирует нашу православную землю. Наши дети подсказали, что это будет красиво в конкурсе выглядеть, и мы как родители поддержали. Поэтому они нам помогли его создать, помогли с идеей с этой. И вроде бы все получилось. Конкретное лицо есть у этого человека, кто исполнил. Терапевтическое отделение победило в номинации «Самый красивый кулич». Самым вкусным стал кулич, созданный работниками скорой помощи. Самое креативное изделие выбирали путем зрительского голосования. Победа досталась инфекционному отделению. 26 мая все предприниматели нашей страны отмечают профессиональный праздник. По традиции, к этому дню в Сырой проходит конкурс среди тех, кто занимается разными сферами бизнеса. Состязание среди предпринимателей названия лучшего проходит в три этапа. Сейчас на первом идет сбор заявок. Он продлится до 10 мая. Организаторы отмечают, что участие в конкурсе – это возможность заявить о себе, рассказать городу, что представляет из себя ваш бизнес. Нам необходимо небольшое описание бизнеса. Также это служит своего рода рекламой, потому что, когда мы выставляем народное голосование, мы описываем каждого предпринимателя, то, чем он занимается, чтобы жители имели представление, кто это. Конкурс проходит по восьми номинациям. Это давно знакомый успешный старт для тех, кто открыл свое дело в прошлом году. Прорыв года для предпринимателей, которые перепрофилировали деятельность, открыли новые офисы и точки продаж. Бизнес-леди и бизнесмен для женщин и мужчин-руководителей, соответственно. Добавятся и новые номинации. Социальная ответственность – лучший молодой предприниматель, лучший в своем деле и достояние Сарова. В этом году мы сделали внеконкурсную номинацию. Жители нашего города будут сами предлагать, по их мнению, лучшего народный предприниматель. Также на конкурс могут заявиться и самозанятые. После сбора заявок организаторы сделают голосование в социальной сети ВКонтакте по каждой номинации. В случае с народным предпринимателем жители будут предлагать варианты в комментариях. Сделать свой выбор в каждой номинации саровчане смогут с 12 по 19 мая. Третий этап – экспертный совет. В который входят представители ВНИЭФ, администрации города и также предприниматели-победители прошлых лет. Экспертный совет тоже будет по данным номинациям предлагать лучших. Стоит отметить, что важно на день подачи заявки не иметь задолженности по налогам. Это единственный, наверное, такой довольно-таки сложный критерий в наши времена, но тем не менее. Кроме того, есть и внеконкурсные номинации, которые не выставляют на всеобщее голосование – промышленность, инновационный сектор и меценаты. Эти люди будут отмечены на торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Лучший предприниматель Сарова», которая пройдет в конце мая. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Чёрные силы льдутся, ветер подует бойцом. За счастье народное льдутся отряды рабочих бойцом. Литературная композиция «Город живых» рассказывает о мужестве и стойкости мирных жителей в Великую Отечественную войну. Создатели спектакля, педагоги и воспитанники коллектива «Крылья» детской школы искусств номер два не ставили перед собой цели показать ужасы этого времени. «Город живых» – это переплетенная между собой история о том, как ленинградцы жили во время блокады, стояли в очереди за хлебом, учились в подвалах во время бомбежек, навещали раненых солдат в госпиталях, помогали и поддерживали друг друга. Мы сразу заявили тему военную, и она подбиралась непросто. Эта инсценировка вообще в основе композиции лежат документальные материалы из дневников нашей поэтессы и прозаика Веры Инбер и учительницы-блокадницы Ксении Ползиковой Рубец. Великая Отечественная война от нас все дальше и дальше практически не осталась в живых свидетелей тех страшных событий. Еще несколько лет назад, накануне 9 мая, ветераны приходили в школы, чтобы рассказать подрастающему поколению о подвигах советского народа. Сегодня школьники только из книг, фильмов и уроков истории узнают о войне. Если нашему поколению еще довелось общаться с живыми бабушками, дедушками, родителями блокады, а именно об этом наш спектакль сегодня, то молодое поколение лишено такой возможности видеть живых свидетелей, блокады. И я так надеюсь, что после вот этой работы у юных актеров останутся какие-то исторические факты, вот эти малоизвестные. Детям предстояло сыграть сразу несколько ролей. Практически каждый выступал в роли рассказчика, прохожего, школьника, солдата в госпитале. Каждое слово, звучащее со сцены слова реальных людей, тех, кто в 1941-1943 годах жил в Ленинграде. Все это позволило участникам театрального коллектива, исполняющим эти роли, сделать для себя важные открытия. Я узнала про Ленинграду блокаду, блокаду Ленинграда, но сейчас я более подробнее про нее все разузнала, поглубже, так сказать, туда проникнула. Надо же знать, какой, если можно сказать, массовый подвиг совершили наши советские граждане, которые жили в городе, которые бомбили, обстрелили из пушек и лишали продовольствия. Часть этой композиции возили на международный конкурс-фестиваль «Восточная сказка» в Казань. За постановку коллектив получил диплом лауреата первой степени. Создатели планируют показать город живых на Саровской сцене еще несколько раз. Тема детского патриотизма сейчас актуальна как никогда. Работы на 18-м фестивале детского декоративно-прикладного творчества были посвящены государственным символам России, историческим событиям страны. Вместе с родителями ребята изготавливали поделки на военно-патриотическую тему. И вот в этом году тема выбрана нам, на мой взгляд, тоже очень важная и безумно интересная. И она действительно, наверное, в этот момент нашей жизни важна. Мы вместе. Это Россия, это патриотизм, это наше все. Но мы вместе. Это также и тема профсоюза. Потому что мы вместе. Это солидарность. А солидарность – это одна из ценностей профсоюза. Участниками стали дети работников РФЯЦ МНИЭ в возрасте от 4 до 12 лет. Также были специальные номинации, такие как семейное и коллективное творчество. Традиционно награждаются все конкурсанты. Мы не ограничиваем никогда детей в их фантазии. Поэтому у нас есть и поделки, и рисунки, и какие-то изделия из теста. На самом деле используются даже крупы. Весь этот спектр сейчас объяснить, раскрыть я, наверное, даже не смогу. И каждый год дети радуют нас все новыми идеями. Ежегодный конкурс детского декоративно-прикладного творчества успешно прошел в Сарове в 18-й раз. Больше информации о мероприятиях Молодежной комиссии правком РФЯЦ МНИЭ вы найдете в их сообществе в социальной сети ВКонтакте. В 2021 году Союзу детских организаций «Сияющие звезды» исполнилось 30 лет. Всего в Сарове существует 14 пионерских дружин. Также на базе Дворца творчества собирается Детская палата «Галактика» – самые инициативные ребята со всех школ города. Именно пионеры стали организаторами городского снайпера среди школьников. Эта игра посвящена 100-летию пионерской организации и проходит в рамках наших торжественных мероприятий, посвященных 100-летию пионерской организации. Здесь собрались сильнейшие команды школ, где они сражаются за победу и будут врученым кубок на торжественной линейке 18 мая. «Снайпер» – командная игра, которая чем-то похожа на вышибалы. Правил больше, однако так спорт становится интереснее. Детские игры не всегда эмоциональные. Очень были и слезы, и слезы радости, и слезы горя. Очень эмоциональная игра. Дети играли разных возрастов, от 4-го до 6-го класса включительно, и девочки, и мальчики. Это такая игра, где очень быстро все меняется. Может, команда, победившая почти что, внезапно проиграть. Празднование столетия пионерии только начинается. Союз детских организаций «Сияющие звезды» приглашает всех школьников принимать участие в юбилейных мероприятиях.